Александр Никитин Свой первый Новый год в Ленинграде Карпов встречал у Корченова. Будущий беглец из СССР помогал переехать в Ленинград своему предстоящему гонителю. Карпов заметил, поразительно слабое для игрока такого класса чувство опасности. Надо понимать, что такой глупости, как помощь возможным конкурентам, сам Карпов никогда бы не сделал. Он утверждает, что Карпов заставил работать на себя всю систему, включая и ее спецслужбы, после того, как заявил, что только он из советских шахматистов в состоянии переиграть Фишера. Потерю шахматной короны коммунистическое руководство переживало крайне болезненно. За спиной гроссмейстера Авербаха филиппинский шахматный функционер Флоренсио Компоманос, тогда еще мало кому известный. Активная работа Компоманоса, поддерживающего Советскую Федерацию, следовательно, Карпова, в дальнейшем не останется незамеченной. Больше года претендент на шахматный трон вместе с Фиде парировал требования Фишера играть матч по новым правилам. Макс Эйве делал все возможное и невозможное, чтобы матч состоялся, и ему это не удалось. Как не удалось спустя год Компоманосу, умудрившемуся находиться в дружеских отношениях как с Бобби, так и с Анатолием, свести их в коммерческом матче с призом то ли в 5, то ли в 7 миллионов долларов. Советская система, только что получив нового чемпиона, не хотела ни за какие деньги, приз тогда полагалось сдавать государству, рисковать его именем. На теннисном корте Карпову сообщили, что Фиде не зложила одиннадцатого короля. Во-первых, я тебя поздравляю, потому что 20 минут назад тебя провозгласили. Спасибо. Ставка, которую система сделала на молодого гроссмейстера, в ее глазах кристально чистого во всех отношениях, себя оправдала. Отныне Карпов главный спортсмен Советского Союза. Ирина Роднина, соперница Карпова за звание спортсмен Монародин, сказала, мы единственный валютный товар, за который не стыдно. Любимица Брежнева Роднина живет сейчас в Лос-Анджелесе. Апофеозом заката империи стали скандальные Олимпийские игры в Москве. Значительная часть тех команд, которые все же приехали в Москву, в знак поддержки борьбы против советских войск в Афганистане, отказались идти на параде под своими национальными флагами. Хрущев обещал советским людям, что уже в 80-м начнется коммунизм. В Москве шутили, что коммунизм заменили на Олимпиаду. Но кремлевским руководителям было не до анекдотов. В страшной игре двух систем, где шло соревнование танков и ракет, Карпов разыграл свою партию с власть имущими и был в ней абсолютным победителем. Он сам сказал о себе, я игрок. А игрок ориентируется не на правила, а на принципы игры, на ее внутренние законы. И хотя Карпов добавил, что его интересует не выигрыш, а сама любовь к игре, тут он, конечно, поскромничал. Система была уверена, что Карпов одна из самых мощных ее идеологических ракет. 12-й чемпион этого никогда не отрицал, но и плату потребовал соответствующую. В 78-м году Карпов на Филиппинах отстаивал свой престол в драматическом поединке с невозвращенцем Корчным. И хотя Карпову помогала чуть ли не вся сборная Советского Союза, да и он сам объективно был сильнее Корчного, матч сложился для него чрезвычайно трудно. Карпов сумел удержаться буквально на краю пропасти и в решающей партии победил. В СССР успех матча против предателя Родины отмечался как выдающаяся победа. Может быть от того, что шахматами вовлекался Ленин, советские власти так трепетно относились к этой игре? Ведь каждое высказывание вождя заносилось в коммунистический новый завет, который должен был стать Библией для всех последующих чемпионов. Генеральный секретарь, вручая в Кремле награду чемпиона за победу, был откровенно доволен. Взял корону, никому ее не отдавай, сказал Брежнев. А эти слова уже приказ для бюрократов делать все, чтобы корона навсегда принадлежала 12-му чемпиону. Тогда в Кремле, наверное, не сомневались не только в собственном бессмертии. Молодежь, надо воспитывать. Я не умею двигать, но учу его. Спасибо. Надо ли еще говорить, какое место занимает шахматный чемпион СССР, если Шеварнадзе и Горбачев получают награды после него? Возможно, эти годы самые счастливые в жизни Анатолия Карпова. 12-й чемпион не стал, получив корону затворником, как Фишер. Он женился на очаровательной Ирине, у них родился сын Анатолий-младший. Карпов находился в отличной форме и на деле доказывал, что именно он лучший шахматист планеты. Число побед, которые Карпов собрал на турнирах, рекордное. Ни один из чемпионов таким достижением похвалиться не может. Но счастье редко бывает безоблачным. Сперва Карпов потерял Семена Фурман. Вытверждаю, что одна из причин слабой игры Карпова против Корченова – это душевная травма, которую он испытал после смерти своего учителя накануне матча. Фурман был не только шахматным наставником Карпова, но, может быть, и нравственной опорой в сложном характере своего воспитанника. Следом за учителем Карпов потерял отца. Карпов написал в своей книге, что когда умер отец, он понял, что остался совершенно один, хотя с ним были мать, жена, родная сестра. Нина Григорьевна Карпова когда-то отняла у маленького сына шахматную доску, боясь за его здоровье. Откуда она могла знать, что ее пятилетний Толя без всякого напряжения продолжает играть в уме, искренне считая, что все так умеют. Азарт игрока не давал покоя Карпову. Он не мог смириться с мыслью, что Фишер от него ускользнул. Хотя, если сравнить фамилии, получается, что рыбак ускользнул от рыбы. И Карпов пытается вновь договориться с 11-м чемпионом, но даже при своих фантастических возможностях разрешение на матч не получает. А в 85-м Карпову уже противостоял молодой, рвущийся на престол Каспаров. Случилось то, что ни по каким спортивным законам не должно было произойти. Ведя в счете 5-0 при игре до 6 побед, Карпов матч продолжать не смог. И при счете 5-3, вызванный срочным маслом Кампоманес, матч попросту взял и закрыл. Через полгода Карпов проиграл новый матч Каспарову в числу. Позже он скажет, при моем попустительстве, при моей славянской лени, Каспаров стал чемпионом мира. Он интересен лишь до тех пор, пока рядом есть я. Карпов получил другой приз. Он женился вторично на красавице Наташи. Я думаю, что политика на шахматы не влияла и особенно не влияет. Карпов великий игрок. Уверять, не моргнув глазом одно и заниматься противоположным, лучшее качество и игроков, и политиков. Чемпионы мира, они случайно, вы говорите, были аполитичны, потому что они принадлежат миру. Они принадлежат системе, они принадлежат одной стране. Они принадлежат вот этому удивительному шахматному сообществу. Неужели чутье в выборе покровителя окончательно покинуло игрока? Или найти других партнеров в новой партии он уже не может? На 64 клетках выясняется, что невозможно разместить, то есть не разместить, а невозможно вырастить на земном шаре количество зерен, если вот от одной идти по геометрической прогрессии до 64. В этом тоже какая-то мистика заложена, наверное. В самой легенде создания шахмат. А с другой стороны, игра земная. Но на самом деле это сказка об игроке, переигравшем Раджу. Легенда о рождении шахмат другая. В ней шахматная доска – лишь поле, по которому перемещаются фигуры, следуя выпавшей им судьбе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова